Уфа Маджная продолжает борьбу в первенстве молодежных команд клубов российской футбольной премьер-лиги В матче 19-го тура наша команда играла против Пермского Амкара Все подробности далее Также как и главная команда Уфа Молодежная свой домашний матч тоже проводила на нейтральном поле в Саранске Уже в самом начале матча наши ребята оказались в положении отыгрывающихся После неудачной скидки назад уфимского футболиста мяч оказался в ногах пермского нападающего Алексея Курзинева И тот, недолго думая, сходу пробил из-за пределов штрафной. 0-1. Уфа молодежная по традиции получила мощное усиление из главной команды. В рамки ворот играл Артем Леонов. Денису Томасяну и Вагизу Галиулину, набирающим кондиции после небольших повреждений, тренеры тоже дали возможность получить игровую практику. В стартовом составе вышел капитан Уфы Азамат Засеев, который из-за перебора желтых карточек пропускал матч главных команд Уфы и Амкара. Вот здесь Вагиз Галиулин получил отличную передачу в штрафную площадь от Азамата Засеева. Освободился от опекуна, оказался на голевой позиции, но его последней передачи не хватило точности. Кроме того, украинский новичок-горожан Александр Зинченко наконец-то получил разрешение от FIFA на заявку и дебютировал в официальных матчах за уфимскую команду. Пока что молодежную. Вот здесь Зинченко и Кречетов разыграли неплохую комбинацию, но в последний момент Александру помешал защитник Амкара. В общем, подопечные Сергея Томарова и Рустемша Емухаметова уже в первом тайме предприняли максимум возможностей, чтобы восстановить паритет в счете. Но первая половина так и закончилась при минимальном преимуществе команды из Перми. Во втором тайме тренерский штаб Уфы Молодежный произвел ряд перестановок. Игроки основного состава отправились отдыхать, вместо них на поле вышли Антон Килин и Фелисио Браун Форбс. Однако первый опасный момент тайма снова создали гости. Вот здесь мяч в течение одной атаки дважды угодил в штангу. Уфимцам повезло, но ненадолго. Длинную атаку Амкара венчал угловой удар, при исполнении которого защиту Уфы бросила в центре своей штрафной площади Игоря Киреева. Полузащитник Молодежного Амкара сполна воспользовался предоставленной свободой. Спокойно подстроился под мяч и сделал счет 2-0. Водушевленные полученным преимуществом пермики создали еще пару опасных моментов у ворот Артема Ливонова. Уфимцы довольно быстро пришли в себя и снова перехватили инициативу. На острие атаки выделялся Антон Килин, регулярно снабжаемый острыми передачами со стороны Азамата Засеева. На 77-й минуте количество все-таки переросло в качество. Засеев выполнил штрафной справа. Мяч застрял в воротарской площади Амкара, а расторопнее всех на подборе оказался Эмир Якупов. Ф-1-2. Ф-1-2. Оставшиеся минуты прошли в обоюду острых атаках, но счет больше не изменился. Ну, по игре могу сказать, что счет как бы не ответствует тому, ну, той игре, которую мы вчера играли. Пропустили очень необязательные мячи как бы. Так, я скажу, что владели преимуществом, но мало создавали опасных моментов, поэтому не могли забить. Как тебе команда сняла? Как ты поражился, не поражился? Да, все в порядке. Коллектив очень сплоченный и дружный, поэтому адаптацию вошло мало времени. С кем может больше так общаться? Кто подойдет с общением? Ну, можно сказать, что помог в адаптации Паша Степанец, потому что я с ним как бы в Москве много раз сыграл футбол. То есть, знал его раньше всех остальных. Тебя оценят очень как перспективный игрока. Вот как ты считаешь, оценка достойна твоего внимания? Ну, я не люблю такие как бы разговоры, потому что это отвлекает молодого футболиста. Он должен только работать, тренироваться и не слушать. Но я стараюсь это не читать никаких интервью или каких-то отзывов, поэтому только нужно смотреть вперед. В интернете много дискуссий вызвал анонс ролика, опубликованный футбольным клубом Уфа. В нем рэп-исполнитель Руслан Загидулин приглашал всех болельщиков посетить гостевой матч Уфы против московского Динамо. Сейчас у нас есть возможность еще раз насладиться этим бессмертным творением, а также посмотреть, как снимался этот клип. Это событие футбольного масштаба, встречи двух команд серьезного состава. На поле будет спирт под ренолина, зрителям обеспечены эмоции, а не интимная. Открытая картина 8 марта, в городе Москва будет шага. Арена Химфи не прав вести друзей, позови подругу свою, пригласи. Уфа команда, нашего башка Татана, тобой хозяев вам, точнее Динамо. Запомни, 8 марта, Тимки, арена, город МАЗ-2, вылезешь плена. Все, готово? Готово? Пишите, да? Да, можно снимать, да. Ну блин, сейчас пришел вступление. Город Уфа, команда ФК Уфа. А можно минус заново? Я тебе рукой махну, ладно, когда нам будет. Запись уже идет, может, надо делать. А уже запись идет. Можно руками не махать, чтобы что-то понимать, надо вспоминать. Это событие футбольного масштаба. Блин, опять сбился. Я не могу конец сказать просто, понимаешь? А ну, а ну идет, вот, а ну, бам, вот так, короче. Ты что, болеешь за Уфу, нет? А? Ты кто такой, а, слышь? Ты что за Уфу не болеешь? Забыл. Дима, горючий. Прикольно смотрится. Да? Все, это событие футбольного масштаба. Это событие футбольного масштаба. На этом все. В эфире был «Свободный удар». Смотрите нас каждую неделю в это же время на телеканале «Вся Уфа». Все только начинается. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!